Тогда здесь было очень много воды. Она поднялась, получается. И она утягивает, когда поднимается особенно. 12-летний Саша Трунов из Фрянова показывает место, откуда вытащил незнакомого парня, медленно погружавшегося на дно болота. Молодой человек увлекается спортом, посещает секции дзюдо, бокса, занимается военной подготовкой в клубе «Факел». В тот майский день Саша на час раньше пришел на тренировку и решил скрадать время на прогулки в окрестностях района Желкопа. Увидел мальчика, который в той стране, рядом с болотом был, ну, палки кидал. И, получается, я на него посмотрел, чуть-чуть прошел, и услышал звук, как будто что-то упало в воду. Когда я посмотрел в его сторону, я увидел, как что-то там плескается, я туда подбежал и увидел этого мальчика. Сашу охватил испуг, как и того восьмилетнего школьника, который безуспешно пытался выбраться из трясины. Прогулка могла бы закончиться трагедией, но фряновец не растерялся. Я снял с себя кофту и кинул ему. Он из-за нее схватился, я его вытащил. Он отсиделся немного, и я у него спросил, где он живет. Незадачливого школьника, целого и невредимого, Саша привел к его родителям. Те, не вникая в суть произошедшего, отругали обоих и ушли. А Сашу в те минуты переполняли светлые чувства. Я был рад, когда я его спас. Он пришел домой и говорит мне, мам, а мы только купили эту новую кофту. Он мне говорит, мам, ты меня не заругаешь. Я говорю, за что? Он говорит, кофту испачкал. Я говорю, ну аж как так? Ну и рассказал мне про этого мальчика. Мы бы никогда не узнали о смелом поступке. Семья спасшегося мальчика вскоре уехала из поселка. Трунова решили, эта история останется для самых близких. А зачем это кому-то рассказывать? Это же не какой-то подвиг. Это так бы поступил любой человек. Но с одной знакомой Труновой все-таки поделились случившимся. История утекла в социальные сети. А поступки Саши Труновой с 25-й школы, которая, кстати, носит имя героя Советского Союза Ивана Копылова, заговорили далеко за пределами Фрянова. Но парень всем твердо отвечает, что не мог поступить иначе. Михаил Налетов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok